Дорогие братья и сестры, все друзья, которые находятся с нами, кто-то в зале, кто-то в прямом эфире, я желаю поделиться местом Священного Писания. Я сейчас читаю книгу Исаии. 33 глава, 22 стих. «Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас». Я свою проповедь назвал «Господь – царь наш». Эти слова, записанные пророком Исаии, это пророческие слова, они еще не исполнились. Их произнесут еще, когда увидят царя, который будет царствовать с народом израильским. Но эти слова, сказанные за 750 лет до рождения Иисуса Христа и записаны в книгу Библию, эти слова прекрасно знали и знают народ израильский. «Потомки Авраама, Исаака, Иакова, то есть Израиля, наследие обетования, обещания Божьего». Они-то слова знали. Они знали, что Господь – царь наш, Он – судья наш, Он – законодатель наш, Он – спасет нас. Когда мы читаем книгу «Бытие», мы знакомимся с Авраамом, другом Божиим, муж веры, которому Бог увидел, обратился, и он поверил и исполнил слово. И Бог дал ему обетование, обещание. «Благословлю тебя и потомство твое». Авраам не имел детей. «И потомство твое будет, как песок морской, ты исчезть не сможешь». И Авраам держал на руках сына обетования. И сын имел сыновей. И мы, читая, знаем историю. Мне очень нравится история. История семьи, история родства, история народа, история страны. И вот в книге Библии описана о народе Божьем, о детях обетования, о потомках Авраама. Мы помним, как сыны Иакова, Израиля, любимого брата, но не имя любимого, а отцом, продали в рабство египетское. Это была трагедия в семье. Но она обернулась во благо. И Израиль, и все его семейство было чудно спасено от смерти, от голода. И это было переселение в Египет. Славное переселение, где они второй после фараона сын Иакова, брат их, правил страною. И они все имели. Прошло время, порядка 530 лет, и они оказались в рабстве. Фараон, который сегодня правил Египтом, он не знал Иосифа и не хотел знать. И израильтяне были в рабстве. Они исполняли тяжелый труд. День и ночь непосильный труд. Более того, они размножались, они увеличивались. И фараон увидел, этот народ увеличивается. Они могут сделать восстание и нас победить. И он дал указание, сыновей бросали в реку на съедение крокодилам. Вы можете это представить? Это трудно представить. Это было страшное время, когда народ израильский склонился, смирился и просил Бога о помиловании. Бог услышал народ свой. Он верен в обещании про отцу Аврааму. Он в народе увидел Моисея, который чудным образом спасся от смерти, который возрос высокого интеллектуала, и он его призвал и садил вождем народа моего, Бог сказал, народа израильского. Ты выведешь его из плена. И дал ему повеление. И мы, читая, знаем. Это записано в книге Исход с 7 по 12 главу. Прекрасно. Эту историю, я думаю, дети знают. Эту историю мы знаем. Но мне хотелось бы немного порассуждать. Не так легко народ израильский вышел. Бог приготовил для них землю обетованную, мы говорим. Землю там, где течет молоко и мед. прекрасно. Она находится всего 40 дней по пустыне и будем на месте. Но вывести народ было нелегко, невозможно человеческой рукой. Египтяне не хотели отдавать рабов своих. Они не хотели отпускать хаоскиперов, констракшн, лейнскеппинг. Всю работу делали израильтяне. И Бог сказал Моисею, ты пойди и скажи фараону. Моисей пошел и сказал, фараон не поверил, какое знамение мы помним, знамениями и чудесами великими Бог вывел народ свой. Одна из казней для народа израильского это было знамение и чудеса, а для Египта это было знамение и казни. Я думаю, дети наши прекрасно помнят и мы одну из казней. Это когда Моисей помолился и давайте прочитаем. Исход 8 глава 2-3 стих Моисей сказал фараону если же ты не согласишься отпустить то вот Бог говорит я я поражу всю область твою жабами и воскишит река жабами и они выйдут и войдут в дом твой и в спальню твою и в постель твою и в домы рабов твоих и народа твоего и в печи твои и в квашни твои и на тебя и на народ твой и на всех рабов твоих войдут жабы. Это страшная казнь. Дорогие дети, вам нравится животное жаба? Мне не очень. А вы представляете, что? Открывают одеяло, а там жаба. Открывают кастрюльку с тестом, который хотели готовить хлеб, а там жаба. Открывают кувшин с молоком, а там жаба. Это страшное время было. И фараон говорит, хорошо, я отпущу, только скажи, чтобы эти жабы удалились. И Моисей помолился на следующий день. И все эти жабы вымерли. И там написано, что и собрали их с домов, со дворов, с полей, в кучи, в груды. И земля восмердела. Это было страшный стынь от умерших жаб. Но фараон и тогда не согласился. Потом еще были бедствия. И вы замечаете, в Слове Божьем написано, только после шестого чуда, глава 8 и 22 стих. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. И сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Вы представляете такое чудо? В земле египетской были мухи-песи, которые не давали жить, не давали глаза открыть, не давали рот открыть, чтобы вдохнуть воздух. И животным, и людям. А в земле Гесем, где жил народ Божий, там их не было. Бог отделил. это было великим знамением для народа израильского, это было великое знамение для народа египетского. И они увидели, что это рука Бога. Бог к своему народу относится всегда особо, но Бог свой народ и воспитывает. мы знаем, потом завершилось чудный выход народа израильского страшной казнью, когда Бог дал повеление народу своему и народу египетскому, если ты, фараон, не отпустишь, то в доме первенец будет убит. И народ израильский приготовился. Вы помните, они должны были взять от стада своего агнца однолетнего без порока, взять в дом свой, четыре дня его кормить, охранять, а потом к ночи по семейству заколоть, кровью помазать косяки, это будет знак агнца очистить и спечь на огне и съесть. И непросто, а нужно быть одетым, обутым, припоясанным и готовым в путь. Я думаю, дети спрашивали, папа, дело к ночи, надо разуваться, раздеваться и спать ложиться, а мы обуваемся, одеваемся и готовимся кушать. что это? А всю ночь Бог сказал, пройдет ангел-губитель и в доме каждого египтянина будет смерть первенца. Как в доме фараона, так даже у того, который в тюрьме сидит. И в доме каждого человека был плач и вопль, а в доме израильском было спасение, потому что на двери был знак кровь агнца. И это на века сохранилось пред знаменованием. И это на сегодня день Пасхи, день избавления, день прошла мимо смерть и жизнь дарована мне Богом, но за это была заместительная жертва. Об этих событиях мы будем говорить чуть позже. Мы приближаемся к этим праздникам. А у меня одна мысль, дорогие братья и сестры, когда рассуждаешь о этом славном, чудесном выходе народа израильского, вы заметили, я очень заметил и обратил внимание, 7 глава, 1-2 стих. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Арон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, Арон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он пустил сынов израильевых из земли своей. 3 стих. Но я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений, чудес моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас. Я наложу руку мою на Египет и выведу войско мое, воинство мое, народ мой, сынов Израилю из земли египетской судами великими. На первый взгляд кажется противоречие между словах Бога и в его действиях. Ты скажи фараону, а я ожесточу сердце фараона. Но когда мы читаем книгу Библию, когда мы исследуем ее, когда мы знаем Бога и когда опознаем Его, Его волю, Его характер, мы знаем, что Бог свят. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Бог праведен, Он поступает по правде и никогда не искажает. Бог верен, Он не изменяется. И Бог благ, то есть добр у Бога в конечном результате Он достигает свою цель и всегда это бывает благо для человека, неплохо, только благо, только добро, только благословение. Рассуждая об этом, мы знаем, когда читаем, что никогда бы фараон не отпустил работников своих, если бы Бог не приложил руку свою и не вывел. А другая сторона, дорогие братья и сестры, я думаю, никогда бы народ израильский не захотел уйти из рабства. Разве из рабства не хотелось бы уйти? А вы помните, когда Он шел по пустыне? И шел не сорок дней, а сорок лет? А почему? Потому что Бог, видя народ свой, поэтому и первые казни, я понимаю, народ израильский был участниками их, и на них выпала доля, когда они томились и страдали от этого. И когда народ израильский вышел, убежал, прошло короткое время, только дошли они до моря, и они возопили. «Боисей, зачем ты нас вывел из земли Египетской? Неужели там не хватило гробов, чтобы нам умереть? Ты здесь хочешь нас погубить?» И Бог явил еще чудо, не первое, еще чудо. Народ колесницы египетские не смогли приблизиться, дул сильный ветер, и море раступилось, и народ израильский свободно прошел, а фароновские войска кинулись в догонку и погибло. Дорогие друзья, можно ли это забыть? Я думаю, никогда не забудешь. Прошло немного времени, и народ вновь ропчет. Народ вновь недоволен. Народ готов камнями побить Моисея, для чего ты нас вывел? У нас там в Египте было и огурцы, и дыни, и лук. А вы забыли про рабство? А вы забыли про плети, которые были на спинах ваших? А вы забыли о кирпичах, которые вы сделали? Это непосильный труд был. Да, забыли. И Бог говорит, они, Моисей, Арон, не на тебя ропщут, а не на меня ропщут. Вот оттого и сорок лет, год за день народ шел. И этим Бог хотел достичь внутренности их. Он говорит, я томил тебя голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем будешь ли исполнять заповеди. Бог благ и воспитывал человека. Народ египетский вынудил Бога, извините меня, но в добром смысле, чтобы такими казнями воздействовать, чтобы они отпустили народ израильский. Народ израильский вынудил Бога изменить не сорок дней, а сорок лет вести по пустыне, чтобы испытать, что в сердце твоем, чтобы приготовить. И все равно в конечном итоге Иисус Навин напишет такие слова «Не осталось не исполнившимся ни одного слова из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Бог остается верным. Бог достиг своей цели. Он народ, народ Божий, народ обетования, потомков Авраама, Исаака, Иакова ввел в землю обетованную. И они поселились, и Бог окружил их благословениями. Прошли годы, не так много. И народ забыл и плен египетский, и казни, и море, и фараона, и все трудности, которые были. И забыл, что Бог был столпом облачным, защищая от солнца, и столпом огненным, давая свет в ночи. И питал их манною хлебом с неба и перепелами. Забыли. Бог посылал им пророков. Они не слушали. Кого-то побили камнями, кого-то убили, кого-то в яму бросили. Бог послал пророка. Они говорят, мы хотим царя, как у прочих народов. Пророк говорит, Бог царь ваш. Ни у кого из народов нету Бога царем, который заботился бы. Они говорят, а мы хотим, как у прочих народов. И они не пророка отвергли, они Бога отвергли. И Бог сказал пророку, пойди, только скажи о том, что царь наложит на спины народа своего. Он возьмет сыновей в армию, дочерей в работники, обложит налогом, и мы читаем царство. Но и там Бог народ свой не оставлял, оберегал, хранил, направлял их на путь послушания и благословения. А потом, мы, читая Библию, Он Сына Своя Единородного послал на землю. И пришел Иисус Христос во плоти, как человек, Сын человеческий, Сын Божий, и говорил к народу, и обращался и предлагал им благословения. Но и Его не послушали, и Его казнили. И эти рассуждения у нас в предшествующих богослужениях. Мы живем в новое время, время Нового Завета, когда на земле церковь, созданное Иисусом Христом, о которой Он имеет особое попечение. Это дети Божьи. Это дети обетования. Апостол Павел нам открывает прекрасные слова, записанные в послании Галатам, 3 глава, 14 стих. Благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И ниже написано, дабы нам получить усыновление. Дорогие братья и сестры, уверующие во Христа Иисуса, принявшие Его как личного спасителя в сердце свое, возрождены для новой жизни, мы потомки Авраама, того же обетования, но по вере. И Господь о нас имеет особое попечение, особую заботу. Он дал нам назначение здесь на земле. Оно прекрасно у нас написано. Это богослужение, богопоклонение, прославление Его, это благовестие, это распространение Царствия Его, возвещать новым людям, чтобы они познали Его, приняли как личного Спасителя и вошли в ковчег спасения. Это ученичество, когда мы познаем Бога и следуем за Ним и слушаем Слово Его, исполняя, мы имеем благословение здесь, во временной жизни и в вечности. Это общение и благотворительность, когда мы имеем общение, даже как сегодня, в этих условиях и благотворительность, когда мы видим нуждающимся, и там наша рука не закрывается. Это достижение цели, а цель наша это Небесное Царство с Господом Иисусом Христом, со Спасителем нашим. Но это путь будущего, недалекого будущего. Иисус Христос, когда уходил от этой земли, Он сказал, я иду к Отцу Моему и умолю, и Он пошлет Духа Утешителя, а я пойду и приготовлю место, и когда приготовлю, приду и возьму вас, чтобы вы были там, где я. Господь Иисус Христос вновь придет за церковью. Но когда это будет? Слово нам говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Как это будет? Слово говорит нам о временах и сроках, нет нужды вам говорить. Вы сами знаете, в Слове Божьем описано, те события, которые будут исполняться рукою Бога в преддверии пришествия Его. И эта церковь видит. И те события, которые постигнут всю Вселенную, Слово Божье называет Великая Скорбь или День Господень. Это бедствие, которое будет совершаться местам, по местам и во всей Вселенной, масштабе всей страны, всего мира. И о них описывает Слово Божье. О них описывают пророки, апостолы и сам Господь Иисус Христос, воскресший, вознесшийся, прославленный, явился Иоанну и передал. Это в книге Откровения. Но Церковь в преддверии Великой Скорби ожидает прекрасное событие, которое называется восхищение. Взятие Церкви от земли и одновременно воскресение умерших во Христе. Это восхищение встреча с Иисусом Христом на облаках. Это славное событие. И вот тогда мы вновь увидим разделение между Египтом и Израилем, между миром, не принявшим Иисуса Христа и между Церковью. Вновь будет разделение. А те события были предзнаменованием. Дорогая Церковь, мы сегодня живем в этих условиях необычных. Я не связываю их с великой скорбью. Мое личное мнение, это еще не начало, но, может быть, подготовка, испытание. мне мне понравилось одно письмо, которое брат мне прислал. Это человек, который рассуждает о настоящем времени и обстановке, в которой мы сегодня находимся. Сегодня мир переживает особое положение. Наблюдая за происходящими, все больше понимаю, что человечеству была крайне необходима такая встряска. Задумайтесь, как мы жили последние десятки лет. Коронавирус заставил нас переосмыслить всю нашу жизнь. Природа и Господь устали от наплевательского отношения к своему здоровью и экологии. Мы перестали быть людьми. Гордыня затмила наш разум и мы почувствовали себя хозяевами мира. Но малюсенький вирус быстро поставил нас на место. Вирус не щадит богатых людей и политиков, дав им понять, что от него нельзя сбежать на собственном самолете и купить здоровье за деньги. Мы перестали уметь существовать в семьях и поэтому болезнь закрыла нас в наших домах, чтобы мы снова научились жить как семья. Мы перестали уважать людей пожилого возраста, поэтому получили эту болезнь, чтобы вспомнить, какие они уязвимые. Мы перестали ценить медицинских работников и получили болезнь, чтобы знать, какие они незаменимые. Мы перестали уважать учителей и болезнь закрыла школы, чтобы родители сами попробовали, что такое учить детей. Свободное время мы проводили в торговых центрах, болезнь закрыла их, чтобы мы поняли, что счастье не купить. Мы много времени уделяли своей внешности и сравнивали себя с другими, поэтому болезнь закрыла наши лица масками, чтобы мы поняли, что нашей красоты там нет. Эта болезнь много у нас забрала, но дает возможность многому научиться и понять, что главное в нашей жизни. Мы получили болезнь, сшитую по нашим меркам. Хорошее письмо, я солидарен с мыслями. Если посмотреть на мир, окружающий нас, он расклевается и во многом подобен первому миру, который был потоплен водою. Когда мы смотрим законы, которые приняты, мы договорим, Содом и Гамора приходит и еще находит место в законе. Я сегодня ни в коем случае не говорю ни о политике, ни о экономике, я говорю о нас. Я радуюсь, что у нас есть Господь, Царь наш. Он царствует. Псалом 94, не так дороги, 92, не так дороги эти слова. Псалом 92, первый стих. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Господь Он Царь, красивое слово, Он припоясан, в смысле Он в готовности, Он не дремлет, Он не спит, Он в готовности, Он бодрствует, Он управляет всем миром, все под Его контролем. Я верю, что Бог допустил малюсенький вирус, которого невозможно увидеть, и все остановилось. Тут брат пишет, что и всех нас поставил на место. Я бы хотел сказать, и всех нас поставил на коленки. Может, этого Бог хочет достичь в нас, потому что я верю, Бог остается свят, свят, свят Господь Собов всегда. Бог праведен. Никто ни на земле, ни на небе, ни под землей не скажет, Бог, ты неправедно поступил, Он праведен. И Он благ и сегодня. Бог не именяется. А что же хочет достичь Бог? А Бог хочет, чтобы люди направили к Нему взгляд. Дорогие братья и сестры, у нас есть вакцина от этого вируса. У церкви есть вакцина от этого вируса. Это тема сегодняшняя, о которой брат говорил утром первым. Она созвучна. Это молитва. Я верю, как те мухи, песи улетели, как те мошки разлетелись. По слову, по молитве Моисея, по слову могущества Бога, Бог может остановить вот так, в одно мгновение. Для этого надо условия. Условия тех, кому пришло. это нужно смириться и к Богу обратиться. Бог царствует. Он припоясан. Он облечен могуществом. Он царь наш. Я верю, что эта ситуация, она пришла быстро, к ней никто не готовился. Знаете, мы с братом моим работаем вместе и разговаривали. Он говорит, я на страстной четверг записал vacation, чтобы мне на вечере быть. А я говорю, я заканчиваю в 6.45, я возьму с собой одежду, быстренько здесь переоденусь и как раз буду на этом собрании. маи. А как у нас пройдет страстной четверг? Я планировал, что мы отработаем март, апрель, а в мае у нас предлагается лай-офф на летнее время. А я уже сегодня не работаю весь месяц. Наши планы поменялись быстро. Мы в нашей семействе имели план в июне, уже кэп сняли в Ирии, чтобы собраться всей family reunion. И к этому готовились. А как оно будет? Я не знаю. Если восстановится все, мы будем иметь. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, а может такое быть, что не восстановится, и не будет, как было раньше. А вы готовы к таким переменам? Я верю, что когда все это вляжется, пройдет, важно, чтобы было изменение. Я не говорю за страну, я не говорю за мир, я говорю за церковь нашу, за семью мою, за семью твою, за сердце мое, за сердце твое. Важно, чтобы там произошло изменение. Сегодня, еще вчера, в этих обстоятельствах, я верю, что Бог человечество вынудило разговаривает так вот с нами. Он разговаривает с церковью, остановил нас. Мы сегодня много времени проводим в семье. Дорогие братья и сестры, как мы проводим время? У нас изменилось время провождения нашего свободного времени. Мы так много времени сейчас в семье. Дал бы Бог, чтобы мы научились, чтобы это было общение, чтение, рассуждение, молитва, прославление Бога. Бог говорит с теми людьми, которые знают о Боге, но еще Ему не отдались. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дорогие друзья, пришествие Иисуса Христа приближается, это да и аминь. Когда оно будет, не знаем, но шаги Его слышны. Ты вошел в церковь Его, ты вошел в ковчег спасения. Если еще нет, то это самое лучшее время. Быть может, сегодня здесь в доме молитвы, там у вас дома, или где ты находишься перед экраном, или селфон у тебя в руках, у нас будет молитва, ты можешь помолиться. Бог, Он везде сущий, и Он управляет миром, Он управляет церковью, и Он знает по имени тебя, 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 меня, даже мысли знает. Он Бог, Он услышит твою молитву. Бог разговаривает с миром, который противится Ему. Бог разговаривает с людьми теми, которые не признают Его. Он через это говорит, что Он Судья, Единый, Он законодатель, и у Него будет праведный суд, когда всякий человек не избежит, предстанет пред Ним. И Слово нам говорит, что даже самый храбрый возопиет в тот час. Но Бог, Он благий. Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я верю, что эти обстоятельства, в которые весь мир вовлечен, и дети Его, Церковь Его, я верю, что в конечном итоге это будет благо, Бог достигнет. И мы скажем вместе с Иисусом Навиным, что всякое слово сказанное Богом благое, оно исполнилось и ничего не осталось не исполнившимся. И Бог будет прославлен и возвеличен. И будет начало Царства Его. Моя жена говорит, были в магазине, мы слышим, там разговаривают, говорят, ну, наверное, это конец света. Конца света не будет, будет начало света. начало, когда мы увидим Иисуса Христа, когда поднимет свой взгляд и увидим народ израильский, увидел землю обитованную и вошел туда. А мы увидим новый город Иерусалим. И там солнца даже не надо будет, потому что Агнец, Сын Божий, Сын человеческий, Агнец Божий будет светом. Это будет началом вечной жизни, радостной жизни. И закончить свою проповедь, я желаю, местом Священного Писания, которое записано Исайя. 40-ая глава 26-го стиха. Исайя 40-26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим, он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это Бог наш, который пребывает в неприступном свете, который Духом Святым живет в сердцах наших, с нами пребывает и в нас, и который готовит нас к чудной встречи, когда мы увидим Его и поклонимся Ему. А сейчас путь на земле наш. Но я радуюсь, что Господь Царь наш, Господь Царь мой, Господь Царь твой, и Царь достоин славы, величия, поклонения во все роды Церкви на земле и в вечности. Аминь.